Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю! Слава Избавителю рода человеческого! Слава пролившему за нас свою драгоценную кровь! И сегодня, как и две тысячи лет тому назад, мы можем также говорить, что ни в ком ином нет спасения, кроме Иисуса Христа. И сегодня, как и первые верующие, как и первые христиане, две тысячи лет назад, как апостолы Иисуса Христа, как первые поколения верующих, мы сегодня, христиане 21-го столетия, также смело утверждаем, что нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос является путем в небеса, является жизнью нашей, является истиной, и ни в ком ином нет для нас спасения. Слава Богу! И как писал апостол Павел в послании к Тимофею, он писал следующее, и это мы сегодня провозглашаем христиане 21-го столетия, также провозглашаем во всеуслышание, что един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Богу! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, в этом видеообращении я, как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, хотел бы затронуть тему, очень непростую тему сегодняшних событий в Африке. Я думаю, что многие из нас, из христиан, особенно, с таким как бы большим переживанием, внутренним таким, с большим даже содроганием порой, страхом, смотрели хронику событий последних дней. Начало 2012 года было ознаменовано страшной резней, просто-напросто по-другому это не назовешь, бойней христиан в Африке, непосредственно именно в Нигерии. И вот пришло много сообщений об этом, есть видеохроника, есть видеозаписи, есть обращение президента Нигерии, Гудлака Джонатана, он сам христианин по вероисповеданию, и, в общем-то, это, считаю, победа, что, большая победа наша, что именно президентом страны стал не исламский, какой-то, знаете ли, лидер террористический, а христианин, человек порядочный, который выступает за мир на этом континенте, очень сегодня неспокойном континенте, и непосредственно в своей стране Нигерии. И, к сожалению, именно после избрания, христианина, президентом страны Гудлака, когда избрали президента Нигерии, исламские экстремисты подняли голову. Они подняли такой вой, что просто-напросто убивали и убивают христиан, но особенно с началом этого года. С начала 2012 года, по сути, была объявлена настоящая война христианству, настоящий джихад. И скажу, что я процитирую сейчас следующее высказывание главы христианской ассоциации Нигерии, Дело в том, что у христианского сообщества, он пишет, в стране не остается другого выхода, кроме как дать соразмерный ответ в результате, если продолжится нападение на прихожан, церкви и церковные имущества. Дорогие друзья, на самом деле пришло время христианам Нигерии просто-напросто встать на защиту своей жизни. Убивают женщин, стариков, детей, насилуют, грабят, убивают. Исламские экстремисты непосредственно вот этой организации, которая называется, сейчас я скажу, это от Аль-Каиды, одно из таких подразделений, Бако-Харам их называют, так? Они себя называют таким образом. И это, в общем-то, одно из, по сути, подразделений ужасной, наверное, в мире, или одной из самых ужасных в мире организаций террористических, называемых Аль-Каидой. Я думаю, что многие из нас, многие из христиан, многие из вас, телезрителей, конечно же, помнят, наверное, самое такое впечатляющее и самое ужасное преступление, преступление, которое совершила Аль-Каида, это нападение на Америку 11 сентября 2001 года, когда террористы исламские захватили во имя своей безумной веры, во имя своего, просто-напросто, вот этого безумного бога, который толкает их на безумные преступления, потому что по плодам их узнаете их, потому как террористы не служат истинному богу ни в коем разе, а служат ложным своим богам, кумирам, своим идолам, бесам и дьяволу, который есть человек-убийц от начала. И вот эти члены этой Аль-Каиды, мы знаем это сегодня однозначно, они совершили очень страшный теракт, напав на лидера, не только христианского мира, но вообще на лидера свободного мира, на Америку, и совершив страшное злодеяние на глазах у миллионов, ну, по сути, на глазах у всей планеты, страшное злодеяние бросили вызов всему свободному миру. Не только дело здесь в Аль-Каиде, дело в самой именно исламской, конечно же, радикальной идеологии. И мне очень жаль многих миллионов вот этих не христиан, а именно номинальных этих мусульман, которые обмануты многовековой религиозной ложной пропагандой. Я понимаю, что многие мусульмане, конечно, просто-напросто не вникают в основу своей религии, и слава богу, конечно, что не читают они Коран, и не ходят в мечеть, и не слушают там этих ужасных проповедей. Конечно, есть проповедники и мира, среди исламских сегодня таких проповедников, но обратимся к Корану. Я хочу прочесть сегодня некоторые строки из этой книги, которая вдохновляла и вдохновляет террористов по всему миру. В общем-то, после Майнкапп, наверное, Адольфа Гитлера, наверное, Коран можно назвать подобным же таким идеологическим пособием для терроризма. Здесь написано следующее, я читаю в русском переводе из Корана. «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день не запрещает того, что запретил Аллах и его посланник, и не подчиняется религии истинной, из тех, которым не спослано Писание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными». И сказали иудеи, там, «Узайр, сын Аллаха», и сказали христиане, «Мессия, сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова те, которые не веровали раньше. «Пусть паразит их Аллах, до чего они отвратительны». Из Корана 9. Дальше написано, «О, пророк, борись с неверными и лицемерными, и будь жесток к ним. Их убежище гиена, и скверно это возвращение». И дальше скажу, что ссылаясь на это место, мусульмане, многие говорят, что речь здесь идет о духовной, такой, знаете ли, войне, с развратом этого мира, а не о физической войне. Но как же тогда понять такие аяты, как следующее, «И убивайте их, где встретите, и сгоняйте их оттуда, откуда они знали вас, ведь соблазна хуже, чем убиение». Или еще такой аят, «А когда вы встретите их, которые не уверовали, то удар мечом по шее». Или еще, «Бейте их по шеям, бейте их по всем пальцам». И дальше другие призывы к убийствам. Да, в общем-то, даже процитировав вот эти некоторые строки из Корана, ужасающие, конечно, скажу, что основатель этой ложной религии, он сам взял меч в руки, чтобы распространять свое суеверие. И, в общем-то, по сей день распространяется ислам по миру, чаще всего именно с оружием в руках. И это ужасно, конечно. Чего не скажешь, конечно, о христианстве, настоящем, я имею в виду христианстве, конечно. Не о христианстве инквизиторском, а о настоящем евангельском христианстве, библейском христианстве. Потому как, если мы берем, если мусульмане берут, те мусульмане, которые берут пример самого Магомеда, они, конечно, берут в руки оружие, чтобы распространять свою ложную религию. Но те христиане, что берут в пример самого Иисуса Христа, никогда не возьмут оружие в руки, чтобы убивать других во имя веры И тем более распространять религию. Хотя, чего греха таить, у нас тоже свои скелеты в шкафу есть. И то же самое позорищее тысячелетней давности на Руси, когда князь Владимир, так называемое Красное Солнышко, просветил так называемое просвещение, если можно так назвать, Русь тысячу лет назад, когда он мечом и огнем загонял в Днепр киевлян и крестил языческую Русь. Но опять-таки, как правильно это все описал сам Николай Лесков, великий русский писатель в 19 столетии, что Русь благодкрещена, но не просвещена. А о самом крестителе, этом горе-крестителе, лжеапостоле Владимире, Николай Лесков написал следующее, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. Так вот, христианство без Христа, да, это тот же самый ислам, тот же самый буддизм, там любая другая религия в мире, ну, как бы, ни лучше, ни хуже христианства. И христианство без Христа, это одна из многих религий, которых и так достаточно, и, как бы, знаете ли, Богом больше, Богом меньше, религии больше, религии меньше, это погода не делает никакой. И христианство без Христа, это просто-напросто пошлая такая очередная человеческая бесовская вера, бесовская религия. Но христианство с Христом, с христианства во Христе, это совершенно другое. Я помню, что один из философов Индии как-то сказал, что я, говорю, люблю Христа, но не люблю христиан. Почему он сказал, что если бы вы, христиане, пришли к нам, говорит, без пушек и ружей, а с Евангелием, с Иисусом Христом, то вся бы Индия была бы у ваших ног, он писал, без единого выстрела. И он писал о том, что также говорил, что этот индийский мыслитель, что христиане не похожи на Христа. И на самом деле, к сожалению, часто христианство преподносилось не Христово. И те христиане, что читают Писание, Библию, что смотрят на Иисуса Христа, взирают на Господа Иисуса и подражают Ему, идут по стопам веры Иисуса Христа, никогда не такое не совершат. И не будут никогда убивать других во имя веры. И Владимир, так называемое это солнышко, на самом деле ангел тьмы очередной, и все прочие остальные вот эти вот, знаете ли, деятели политические, религиозные, что на протяжении полтора тысячелетия, ну, скажу так, почти двух тысячелетий без малого позорили и позорят имя Иисуса Христа. Да, знаете ли, это все такие, скажу, ответвления, которые не являются христианством, по большому счету. Потому что кто Духа Христова не имеет, написан тот и не его. Но, к сожалению, именно с исламом обстоит дело именно как раз наоборот. Что именно те мусульмане, которые подражают именно Магомеду, они поднимают меч и убивают невинных. И во имя распространения своей религии. Друзья мои, я призываю в этом обращении не просто... Да, кому, кстати, более интересно будет узнать о лжеучении Корана, о лжеучении ислама, об этой ложной бесовской человеческой религии, вы можете прочесть на одном из наших сайтов, mess.com.ua, это сайт Мессианского комитета Украинской реформаторской православной церкви. И можете задать вопрос священнику Геннадию, или же мне, или кому-то из наших служителей. И, конечно, есть специалисты по исламу, есть те, кто изучают эту религию более детально, чтобы разоблачать дела тьмы. Но, как христианские проповедники, я сегодня хочу призвать вас, дорогие друзья, к покаянию и к молитве. Если вы смотрите сейчас меня, если вы мусульманин, то не обижайтесь, пожалуйста, на то, что я говорил выше, но внимательно поразмышляйте. Вы можете взять свой Коран, приобретите Коран, потом приобретите Библию и сравните, прочитайте, пожалуйста, и сравните. Я думаю, что даже такое поверхностное, совершенно такое первое же сравнение Корана и Библии будет не в пользу Корана, ни в коем разе. Сравните личность Магомеда и личность Иисуса Христа, и вы поймете, где есть свет, а где есть тьма. Написано, что Иисус Христос есть свет, просвещающий всякого человека. Я знаю, сегодня много мусульман, обращающихся ко Христу. Там, в Нигерии, проливается сегодня кровь неспроста. Почему? Потому что в Нигерии и в других странах Африки сегодня миллионы мусульман ежегодно принимают Иисуса Христа как своего личного Господа, Бога и Спасителя. Статистика сегодня говорит, даже поверхностная статистика говорит, что порядка 8 миллионов мусульман африканских ежегодно принимают Иисуса Христа как своего личного Господа, Бога и Спасителя. Теперь вам, думаю, понятно, почему дьявол, как рыкающий лев, ища кого поглотить, ходит сегодня по просторам Африки. Я призываю христиан свободного мира, христиан разных динаминаций, конфессий, православных, протестантов, католиков, молиться, каяться в своих грехах, каяться в равнодушии и молиться за гонимых наших братьев черных в Африке. Пусть Бог благоставит. Давайте обратимся к Богу со словами покаяния и скажем, Господь, прости нас, помилуй нас во имя Иисуса Христа, прости мои грехи. Иисус Христос, Ты мой Господь, Бог и Спаситель. И давайте скажем так, Бог, помилуй Африку, помилуй христиан Африки, мученикам дай твердости, вери Господь, небоязненно смотреть в лицо смерти и взирать на Тебя, Иисус Христос. И помилуй гонителей наших, благоставляем во имя Иисуса Христа, не проклинаем, но благоставляем, додаст им Господь покаяние. Аминь. Слава Иисусу Христу.